Друзья, всем привет! Продолжаем играть в Revolution 2, последний, ой, режим метро, конечно. И это получается у нас 15 серия. Снимаю я её, даже не выпустив ещё 13-ю, имейте ввиду, как я и говорил, я наперёд запишу какое-то количество серий, поэтому комментарии я не видел и к предыдущему видео. Вот. Значит, вернулся, сделал себе экспериментальный препарат. Это, знаете, больше как для галочки, то есть я не думаю, что будет когда-то ситуация, когда он мне понадобится, да и даже жалко будет его, честно говоря, использовать. Такой-то препаратик. Ну и как бы, наверное, всё. Много что есть, много что можно сделать, там в лабе кто-то и собрать. Но, наверное, пойдём переместимся-таки в Припять, пойдём дальше по сюжету, посмотрим, что там и как. А вы не забывайте поддерживать видео лайком, конечно. Так, у нас тут, между прочим, уже всё нахрен сломано. Да, нормально так валына сломалась. Тут, например, ещё всё плюс-минус. Сейчас уже тут всё деформировано. Слушайте, а деформированное выпрямляется только лишь с помощью оружейных наборов. Вот так-то. То есть я уже в такой неприятной ситуации оказался. Заигрался с пушкой. Ну мы можем, наверное, поменять этот ствол на что-то. FNX Tactical какой-нибудь. А, ну и FNX Tactical тут уже тоже куча неисправностей. Вот в чём минус брать вот такие стволы спокойненько в том, что у них там куча неисправностей, которые надо будет вычинивать. У нас к тому же есть ещё, кстати, шутер. Он же Фрейзер. Ну, пока, подожди. Он тут тоже, оказывается, ствол загрязнён. Ну вот, Бизон, как бы, можно выбрать, чтобы починить. Но, опять же, неисправности я уже не вычиню. Вот видите, например, чистка ствола есть. То есть когда-то он был сначала грязный, я его тогда не чинил. Ну, справедливости ради, что-то Бизон намного быстрее остальных пушек сломался. Конечно, я, наверное, с него больше и выстрелил. Но пока скидываем Бизон. Возвращаемся к МП-5. Она будет у нас без оптики, зато с глушителем. У нас 939 патронов к Бизону. Жесть. Ну всё, тоже давай долго не будем ковыряться. А, время-то 20.06, слушайте-ка. Довольно поздно. Но как будто ещё спать рано, в том числе. То есть, если я просплю 8 часов, это будет всего 4 утра. То есть всё ещё так себе. Ладно, погнали. Пешочком всё-таки пройдёмся. Вот сейчас не понял. То есть всё-таки появились военные. Сейчас попробуем. Ладно, тогда это не очень, конечно, хорошо я сделал. Перемещаться прямо в кучу врагов. Ну, кто же знал, что они уже тут тусуются. Так, давай, значит, сделаем следующим образом. Переместимся в лесок. Чё за пи***ц? Куда они переместись? Везде какие-то толпы врагов. Что по бронику? Он по земле ударил разочек. Пару процентов снялось, ничего страшного. Там опять же вояки, наверное, игнорим. Хотя, блин, они жирные. С них может что-то вкусное выпасть. Пошла шмальба. Это он стреляет по зомбу и псевдогибу. Удачи. Минус один. Дальний. Там ещё фонарик вижу. Чел там за агриной. Значит, конечно. Уже собаки видят меня сквозь кусты. А я уже привык, что у Бизона был прицельчик. Оптически. А тут его нет. А я тем временем опять просел. Ну, тут, походу, ничего интересного. Зря я бежал прям. Где ещё и пушка твоя? МП-153. Ну, этот ко мне идёт. Ты кто такой? Я тебя не звал. Иди отсюда нафиг. Ля, дурак застрял. Смотри. А. Ладно. Смотрите, сколько один выстрел отнял? То есть, мне тут даже нет смысла что-то пытаться там. Можно ему в аномалию заманить? Ну и что? Он урон КП получил. То есть, он не получил урона от гравитационной аномалии. Вот так вот. Там пошли отсюда нафиг. Пушки можно поукидывать. МП-шка, кстати, хорошего состояния. Загрязнён, загрязнён. То есть, можно два почистить. Две неисправности. Деформация, к сожалению, не почистишь. Но, мне кажется, у меня там уже на несколько наборов дробовиков есть барахла. Сальные пряжки, я помню, там нужны были. Представляете, вы смотрите эти видео наперёд записанные. А я захожу, читаю комментарии украдкой. А вы мне там что-то пишите. Вот, ты пропустил. В 14 серии. Калаш, галст-пушка. Я такой, блин. Что у нас там по заряду батареи? Всё норм. Центральная Припять. Надо бы осмотреть местность, а заодно отправить сигнал по рации. Думаю, лучше это будет сделать с крыши трубины на стадионе. Трибуны. Ой. Я только зашёл. Доброе утро. Да вы что? Ну, то есть, да, мне просто сразу на стадион бежать. Прям через всё. Так что, можно. Не знаю, темновато, наверное, там на видео. А ну как, ПНВ тут есть? О, кайфовый такой. Ой. Не, мне, кстати, нравится МК-5. Я с ним уже играл, но с глушителем он прям таким крутым шуль стал. Звуковые стрелы, по крайней мере, очень даже приятны. Колючка. Опять же, я, блин, играю тоже не совсем по уму. Нужно что? Нужно пойти на свалку. Поискать болванки. Просто меня немножко расстроило, что у меня нет Велеса. Кстати, странно, что вот эту тему разраб не стал развивать артефактовую. То есть, Велеса нет. Чертежа по нему я не увидел что-то в крафте для полигровки. Вот и получается фигня какая-то. Что за звуки? Какие-то страшные. Ну, блин, конечно. Ну, как вы за... Ну, что мне делать? Военного стимулятора нет. Ого, у меня шесть обычных аптечек. Я, кстати, забыл сделать себе армейскую. Молодец. По-хорошему сейчас бы переместиться, да как раз сделать. Вот это что вырвало, сейчас прибежит обратно или как? Хотя там кто-то в аномалию постоянно попадает. Вот кто это рядом бегает. Скорее всего, кровосос. Живой еще. В садик бы заглянуть. Везде попадаю. 87% уже. Интересно, тут тайники зависят от локации. Ну, например, как для меня, очевидно, что никто не будет в Припяти прятать в тайник говно плоти. Если в Припяти есть тайник, то, наверное, там что-то интересное. Сейчас мы с вами это узнаем. Ну, хотя бы приятные расходники, конечно. Зонбов. Ну, тут и вон зонбов к заскелете. С глоуками. Уже ко мне кто-то несется. Уже прям слышно это. Слышите? Еще изменировано. У тебя что? Вау, нормально. А. 86 так же, кстати. Не получил урон как отковой. Вижу записку. Прикол ради это можно взять? Не, ну, конечно, что-то к**дец урона малый. Ну, что это? Полумагазина, что ли, надо выцепить? Здесь выстрелились в чела. Да идите на... Дайте поиграть! Кстати, сказал бы, что в Припяти так жестко, а там тоже писали. Там жестко, здесь жестко. Фигня везде. Вообще, тут по-хорошему надо их тайник стрелка-то зайти. Неужели мы просто пробежим в эту локацию? То есть у меня уже там... Да нет, конечно, не пробежим. Тут же разраб любит, а где лучше ты доходишь до края локи? Там, ой, надо вернуться в начало локи. Классно было, если бы можно было колесо обозрения запустить и кататься на нем. Насколько я понимаю, это возможно. То есть я какое-то видео видел, разочек на ютубе, где челы запустили колесо обозрения. Это вообще поразительно. То есть столько лет стоял этот механизм, а его взяли и запустили. И он и работал. Худо-бедно. Вот так вот. Ой-ой, контролера услышал. Это вообще какая-то бойня невероятная. Куча тушканов. Плотей, крыс. Крыс-то за что? Они вообще безобидно бегают. Опять ты, тварь. Вот он, прошел процесс. О-о-о. Так же мало урона в МП-5. Блядь, это просто безумие. Еще и патроны кончились. Да нажми ты кнопку! Он не жмет! Я клянусь, он не нажимал ебучую кнопку. Да что с игрой-то, блядь? Я жал в убежище, он не нажимал. Ну, то есть я не шизик, я нажимал. Как все совпало? Баллон кончился, один патрон остался. И кнопка не срабатывала. Вот скажите мне после этого, кто из вас скажет, вот на серьезном глазу мне, что это, блядь, не подстава от зоны. Настоящая. То есть, ну, специально против меня прям. Сейчас скажу, совпадение. Ну, конечно. А не лучше ли мне научные аптечки крафтить? Вы вообще видели, сколько у меня ХП? У меня здоровья нет. Кстати, вот сульфат, что-то там. Кстати, довольно редкая херня, как я заметил. Но в то же время я заметил, что ее можно будет сделать в лабе в той. Если я хотел, что, научную аптечку сделать одну? Чтобы была. Хотя, опять же, надо посмотреть ее характеристики в сравнении с армейской. Потому что она лучная, но если ты в роду попал. А у меня роды-то нет. Все чисто, вообще ноль, ХП тут. Тут есть одна палочка. Бинтов нет, прикиньте. Тут бинты можно делать. Для этого нужно 3 листа легкой ткани и 1 упаковка алкоголя. Стоп, у меня хотя бы фляга-то пустая останется. Вот я там потратил упаковку алкоголя. Фляжку с алкоголем. Нет. Они в никуда исчезают. Тогда нет смысла по одному делать. Ну вот, еще одна армейская аптечка. Смотрим. У научной. Поставление здоровья 144 в минуту. Заживление ран 450. Тут восстановление здоровья. 108 в минуту. Заживление ран 300. То есть, в любом случае, больше смысла делать научные аптечки. Но они как будто дороже. На армейскую аптечку нужен бинтиксалицин. Аптечка первой помощи. Она научная там. Вот сколько всего. И антирад, и антибиотик, извини меня, и сульфат. Кого-то там. Не, лучше давай тогда армейский делать. Ну а из армейских вообще есть смысл вот такую тему делать. Военный стимулятор. Везде нужен альбумин, чертов. Альбумин, возможно, тоже там крафтится. Тогда, ну конечно, это классно. Можно туда наведываться. В их здесь лабу. Там делать себе. Потом тут использовать. Вообще сказка. Решил немного еще заняться обустройством своего убежища. Собрать пару дополнительных рюкзаков. И в один положить, допустим, бронежилеты, условно. В другой патроны. Также стало интересно по поводу охотничьего рюкзака. А будет ли он, интересно, работать из инвентаря. Кстати, почему-то он требует туристический нож. Хотя в теории должен требовать охотничий нож. Который в игре существует. Очень странная фигня. Так, для этого надо походные сделать. А для этого нужен веревка, нить, алюминиевый каркас. Алюминиевый каркас у меня вроде как должен быть, не? Ну а что, все равно ночь, можно поковыряться в инвентаре. Алюминиевый каркас. Вау. Нужно два симка пустых. Симк пустой делается... Фух. Из двух молотков. У меня молотков нет столько, я понял. У меня всего лишь два молотка. То есть я сделаю только два пустых симка. А там нужно будет еще симку, чтобы алюминиевый каркас сделать. А где мне молотки-то искать, елки-палки? Что-то они мне перестали попадаться. Раньше были. У зомбу всяких попадались там в темной долине условной. Ладно, пофиг. Значит, пока закладку делаем. Допустим, сюда броньку всю убираем. Вот, пожалуйста. Теперь есть отдельный рюкзачок чисто с броней. Тут, конечно, еще тоже много всего. Но уже хотя бы плюс-минус что-то. К тому же у меня есть еще рюкзак, который с патронами. Так что можно сюда вот заложить. Вот так вот, патроны. Ну, он будет с патронами, да, я хотел сказать. Правда, патроны не так уж и много места занимают. Они все-таки стакаются между собой. Но тем не менее, логически. Вот у меня снизу лежит рюкзак с оружием, вот этот вот. А сверху будет с патронами. Норма тема. Ну, вот как-то так. Перебрал патроны, теперь они лежат сверху от рюкзака с оружием. Тут лежат броники. Ну, а тут пока что каша. Скорее всего, тут будет лежать хлам по итогу. Потому что очень просто брать отсюда. Тут же переводишься на нужный станок и делаешь. Очень удобно. Но охотничий рюкзак, к сожалению, пока сделать не получится. Потому что нет молотков, блин. Что там дальше? Время 21.50. В принципе, можно ложиться спать. Спим часов до семи. Надеюсь, я не сдохну. Всем доброе утро. Я поспал. Поел, попил, вкинулся всем, чем только можно. В общем-то, готов идти далее. Обратно в Припять. А, красота. У меня тут, оказывается, переходов нет. Красиво, красиво. Опять с леса бежать. Ах ты ж, ёп. Я, оказывается, забыл баллон зарядить, представляете? У меня есть еще самый вместительный. На 20 минут который. Ну, конечно, неприятно. Ого. Там еще и псевдогик бежит. Погнали еще раз пробежим этот путь. Наверное, мутантов уже поменьше должно быть. Как и прочие нечисти. Эх, а я ведь уже там был на отметке задания. Ну, вот, прикиньте, все сразу случилось. И патрон кончился. И один последний был. И баллон. И ключ вдруг. Это впервые в жизни такое в этом моде. Что ключ не срабатывает. То есть, как вообще три таких события могло случиться в одну секунду? Вот так вот. Лишь бы поднасрать, как говорится. Есть такое выражение. Не помню, где я говорил-то, в каком моде. Все, кофе выпито. Скилл на пределе. Здрасте. Снорки это наши друзья, правильно я помню? Ой-ой-ой, что за патроны? Еще и пачка дроби. Никогда в жизни с тех пачки дроби не падали. Ну, или я не помню просто этого. Я помню, что со снорков там в ПВ, в классическом, падает 9.18. По-моему, 9.19. И точно 5.45. А, еще 7.62 может выпустить. Это прямо сейчас сказка будет. И все по пачкам выпадает. Блин, какой же все-таки классический ПВ классный. Переупройти его, что ли? Может, хоть на стримах? Представляете, вот как на базе сталкера, какие прекрасные режимы появляются. Ты один в зоне, что случилось? Непонятно. Година, прибить уже хотел. Но с этого, правда, не выполнил ничего. Не, походу, все-таки работают. Повышенный шанс вкусняшек. По-хорошему, надо и базу монолита исследовать. Но, опять же, я уверен, что я сейчас подам сигнал. И мне появится. Ой, надо при... Ох ты, ученыш. Вот он ты. Хромой, кривой, косой. Ой, бля... Все приперлись сюда. Все, я официально сделал заключение для себя, что самый ненавистный мутант для меня в этом моде это однозначно кровосос. Снорк неприятен, но он видим. И его можно замочить на постапах. А вот кровосос, он практически бесшумен. Кроме тяп-тяп-тяп. Бьет тебя и уходит обратно в инвиз. И что ты ему сделаешь? Да ничего. Какой он хилый? То есть он с нескольких попаданий отлетел? А-а-а, серьезно? У вас тут семейка какая-то. Так, что у тебя? Рука, скальп, рука. Все забираем. Жалко, мозга контролера нет. Зато есть тик-1, который что-то там тоже нужен для какого-то крафта. Хотя вот опять же, а что я хочу с крафтить себе там? Что я хочу собрать себе в том экспериментальном аппарате? Не знаю. Эпинифрин какой-нибудь. Иди отсюда. Как же он быстро отлетает с 5,56 калибра. Вообще у этой пушки какое-то бешеное количество урона. Я заметил. У тебя что? Тоже много всего. Причем опять же, этот сульфат, не сульфат, жгут, рука, скальп. Вообще ужас какой-то. В хорошем смысле слова. Все-таки работает нож. Опять же, хочется собрать себе охотничий набор. Мне кажется, что он должен из рюкзака работать. По-моему, в ДТРе это так. Ой, мозг контролера выпал. Так, а этого-то я осмотрел. Осмотрел. О-о-о-о, блядь. Вот опять же, какое резкое совпадение. Причем они сразу, справа, слева. У них коллективный разум. Они прям вместе напали, смотри. И по одному. Хотя то, что они вместе напали, это хорошо. Сразу всех поклал и нормально. Ноган. Вот патроны, ампула. Средства для очистки. О, смотри, бро. Обнимаются. Ля кайфушники, смотри. Сверху что-то вижу. На крышу по-любому надо будет залезть. А мне, наверное, туда и предлагают. Ну, типа да. Ну что, давай отправлять сигнал. Отправка тестовая сигнала по рации. Конец связи. Мне записку тут принес. Или мне показалось? Спасибо. Вижу. Недалеко стоит РЛС. Какое совпадение? Где ты, кстати, ее... А, вижу, тоже вижу. Уничтожить. Надо бы ее уничтожить. Она здесь точно ни к чему. Вот, блядь, да в чем мотивация? Ладно, все. Я обещал бы не думать про мотивацию. Ну, просто... Да все, все, молчи. Из меня вырывается демон. Блин, надо ее уничтожить. Я как ребенок какой-то. Блин, в чем стоит РЛС, его надо уничтожить. Ну, пойдем, уничтожим. Ну, это, кстати, базовый тайник, который... Ну, поэтому я не удивился, если что. Он тут всегда есть. Не знаю, есть ли в оригинальном ДТРе, но я помню, вот играл, когда в ДТР последние выжившие на какой-то сборке. То же самое было. Ну, пузырь тут хамно. Какая-то у него упорность. Пси-защита бесполезная. Но тут есть хотя бы уносливость. Не помню, тратится ли все это дело. Но все, что мы можем... Радар растет. Так, ИФ-5, ИФ-9. Надо, чтобы домик появился. А домик появился? Блядь, подождите. А тут где-то вообще домик-то появится? Ёлки-палки. Может, хотя бы тут, на базе Монолита. По-моему, для домика подходит. ИФ-5, ИФ-9 опять же. Там радиация просто копится. Да, есть домик. Соответственно, быстро на базу. 260 от роды. Раз, два, все льва. Ну и, соответственно, компс тоже убираем. Как и кишки-мишки. Три скальпа контролера. Так, ну все, туда-сюда. И поехали обратно. Уничтожать бедний РЛС. Вообще непричастную. Ни к чему. Просто потому, что она мне не понравилась. Блин, она тут ни к чему. Надо ее уничтожить. Выжившие сталкеры, которые тусуются в подземельях Припять. И с помощью этой РЛС отправляют сигналы соусу. Ладно. Опа. Опа. Как так получается, что эти собаки тусуются там же, где и я. Кстати, такие тайники еще где-то должны быть. Как здесь. Это жирники. Но я их больше не помню. Хотя мне это точно подсказывали. Плюс тайники от разраба надо не забывать искать. Ну что, хана тебе РЛС. Даже запрыгнуть смог. Что, мне по ней просто пострелять надо, наверное. Как я эти зенитки вначале уничтожал из кого-то взявшись. Не, что-то фигово уйдет. Надо атаку сделать. И раз. Все, пока. Выполнено уничтожить РЛС. РЛС уничтожена, но откуда она здесь? Мне кажется, тут есть секретный бункер по ТДК. Надо бы его обыскать. Какие он делает цепочки заключений просто. Хм, тут есть РЛС. Значит, тут есть секретный бункер. Ну, кстати, я тоже самое сказал. Но я сказал это в шутку, как бы. Про то, что типа сталкеры, которые сидели в подземке. Но он имеет в виду, скорее всего, вот этот бункер Мононита, называемый. Так, елки-палки, разработчик. А тут тайнички-то есть для меня или как? Твои личные. Тут, что ли, обыскать местность? Такое местечко, куда особо не заглядывают люди. ЗАПИСКА ЗАПИСКА Номер 3. Ладно, хватит, гнила мать, пошли в бункер. ЗАПИСКА Непосредственно, на котором ты стреляешь. И у пушки есть свой урон. Я не знаю, как это все высчитывается, честно. Там какие-то математически сложные схемы. Но, тем не менее, надо будет подумать, посмотреть. Ну, Вальтер, ладно. Нихера себе! Это как повесилось там? Ладно. Чего? Вход заблокирует. Открыть можно с помощью телепортатора. Выполнено. Смотреть подвал ДК. Опа. В смысле, а куда мне? Идет. А, это эхо монолита. Хорошо, что у меня остался телепортатор Стемной Долины. Вот его можно использовать на точках. На каких точках? Суб... Ладно. Как он там выглядел-то? Я его не выкинул. Вот он. Зато поспокойнее стало, кстати. Больше ко мне что-то никто не бежит. Видимо, покрошило мутантов. Но точно еще кровосос оставался. Может, он сдох. Надеюсь, что он сдох. И в Припяти так-то много где побегать можно. Одна из самых атмосферных локаций, по сути. Не понял. Вы не предлагаете на дерево залезть? Бля... Вообще, если у меня энергетик какой-то он может... Ну, у меня уже был буст. Но у меня был буст от Чай-Бороды. Он дает 180 в умостивости. Тогда как энергетик дает 200. Ну, вообще, на каплю меньше, наверное. Это вообще даже... Это, наверное, и роли никакой толку мне собрать. Не, а можно? Просто, чтобы я вот на этой точке использовал. Тут разраб извращения какие-то придумал. Так он же не запрыгнет. Пока что придется это все выкинуть. Потому что в носстве что-то слишком быстро кончается. Ну, я вижу только вот отсюда вариант запрыгнуть. Где-то поймать пиксель, шов, текстур. Потому что тут ты точно не запрыгнешь. Вообще никак. Ну, придумали. Ну, причем с других деревьев тут, ну, неоткуда запрыгнуть. Дерево стоит изолировано. Типа забраться на ту крышу и с нее сразу бегу прыгнуть. Да я себе скорее ноги сломаю. Да и туда хрен заберешься. То есть тут именно как-то вот разраб придумал. Может он приколистый, это на самом деле конец мода? Ой, 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 ой. Ну вот как, ну как. Ну нифига. Какварик тут бы установить рюкзак. И он бы тебя чуть приподнял. Нет, ну однозначно как-то запрыгнуть можно, раз разработчик сделал такое задание. Он же не сделал его от балды. Он же сам пробовал запрыгивать без повелителя звона, надеюсь, как многие. А ты знаешь, можно так, демо-рекорд, вставить сюда, нажать enter. Но у меня не работает. Это надо включать этот режим разработчика. Ну вы прикиньте, я даже, блядь, с возвышенностью не могу запрыгнуть. Сука. Ай, блядь. Сука. Еб твою мать. Кто-то же эту хуйню придумал. Чтоб запрыгнуть. Ай, ай. Наконец-то. Я сохранился на этот раз. Что дальше делать? Что дальше могло прийти в светлую головушку кому-то? Дальше прыгать. Что же еще? Кто-то сидел такой, блядь, а скучно. Попробую залезть на это дерево. Сидел, тратил минут 15. Я сомневаюсь, что у кого-то с первого раза получилось. Потом еще вот так по веткам надо прийти. Я такой, о, получилось. Ну все, сюда возможно запрыгнуть. Поставлю сюда точку телепорта. Сука. В чем смысл? Я не понимаю, как будто тебя. Все, мне нравится. Я не знаю, как будто тебя. 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 Ебучее дерево, блядь. Забрался я на эту хуйню. Следующая точка. На краю крыши одноэтажного примыкающего здания. Точка телепортации сохранена. Следующая точка. На другом конце экрана. О, в Дайн Клайд я недавно играл на стриме. Ну давай. Следующая точка. На крыше здания напротив. Добраться можно по проводам. А подарки. То есть я какой-то хуйней занимался. Прыгал по деревьям. Как обезьяна. А подарков нет. Хорошо, хорошо. Я понял. По этим проводам, надеюсь. Других проводов я не вижу. Прикинь, по этому тоненькому проводу надо будет. Вау. Это, конечно, оху... Забрался. Следующая точка. На крыше здания гостиницы. Добраться можно по проводам с одного здания на другое. Давай. Очередная точка. Что же тут будет? Следующая точка. Еще точка. Опять на крыше трибуны? Ну что там? Давай активируем. Может... Вход разблокирован. Ну, понятно. Прикольно. После этого хочется нахуй спрыгнуть. Теперь можно войти в бункер. Поискать там какую-либо информацию. Да. Прямо еще так интересно. Главный герой. Он сначала пьетнул РЛС-ку. Хотя я напоминаю. Он недавно ее чинил, чтобы кому-то там отправлять сигнал. Сейчас он увидел РЛС-ку. И с мотивацией нечего эту стоять. Пезнул ее. А потом... А вот теперь надо найти инфу. Зачем и кому эта РЛС нужна была? Охуеть. Вот охуеть. Ничего больше не скажешь. А не лучше ли было сначала найти инфу? Че это за РЛС? А потом ее пезнуть. Ну и то. Потом ее пезнуть. При условии, что... А войдем мы с вами в бункер. Уже в следующей серии. Потому что запись шла час сорок. Благодаря этому еб... Чему дереву. Не забывайте это в что-нибудь видео. Ссылка на плейлист находится в описании. Всем спасибо. Счастливо. И пока. Счастливо.